фейковый миллионер разоблачает фейковых миллионеров я выше всей этой черни пусть они там лают а караван идиот я я подумал что никита как-то сманипулировал я я я я я я я я чима здорово ты чё блять меня провоцируешь ты чё хочешь сказать что я не здоров ебать здрасте доброго времени суток дорогие друзья и как обычно с удовольствием приветствую себя на канале поначалу пообщаемся с вами на тему одного очень интересного человека по фамилии гробовский у него есть франшиза а прям франшиза по его словам номер один в россии под названием папа гриль где он делает со слов славного дружа обломова крайне на хуёвые на бургеры крайне хуёвые сэндвичи и вообще крайне хуёвые продукцию производит при этом активно наёбывает своих же франшизи на эту тему не так много всяких разных видеороликов на ютубе есть один из них выпустил мой товарищ я с удовольствием могу назвать этого человека своим товарищем потому что во первых близок по духу во вторых симпатичен в плане общения никита работников он же энвор собственно говоря все началось с видео ролика от обломова где обломов заказал доставку от папы гриль и доставка показала себя нет доставка показала себя нормально а вот сам собственно говоря продукт назовем этот продукт оказался крайне хуёвым и понеслось а что и как понеслось мы сейчас с вами и посмотрим горе миллионер гробовский упаковшек убыточная франшиза ковалев папа гриль здорово братва обоих полов как вы видите я до сих пор пытаюсь всяк здорово вот человек вот 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 молодец вот смотрите не нужно прибавлять блять какие-то делать манипуляции хитрые со звуком в потоке все нормально выстроено по звуку все классно все профессионально растет на глазах просто на глазах тет растет блять молодец я вообще не хотел брать гробовского но шквал ваших комментариях с просьбой рассказать все о нем это что другие разоблачители молчат убедили меня поэтому вы сегодня узнаете все об упаковщике о всех его грехах мы с вами поговорим с его франчизе посмеемся над его глупостью поэтому будет круто оставайся смотри ролик до конца ну а смело и кстати утверждение что мы узнаем всю о всех его грехах судя по тому как себя упаковщик ведь повел после того как он увидел это вот видео грехов у него побольше может быть он даже убивал людей пока что рекламная пауза дмитрий гробовский очередной бизнесмен который не окончил школу жил в нищете работал на вот это кстати интересный момент я забыл ники то спросить смысле что значит не окончил школу даже школу не окончил baby baby бизнесменка я низших профессиях игрался с клеем это был клей пва и все таки превозмож на самом деле клей пва не вставляет никакого кайфа вот момент в покитосе это да и окружении и добился успеха открыв свою сеть кафешек папа гриль которую в проплаченных статейках в интернете называют одной из самых популярных франшиз в рф никита это сейчас исключительно такая ремарочка тут как бы вопрос момент такой был что мы с тобой разговаривали на тему доказательств видеороликах некоторых разблала наебщиков и типа что показывают какую-то статью и говорят какой-то выдвигают какой-то тезис а где где доказательства статья проплачен но это так лирическое отступление давайте зафиксируем и запомним звание одной из самых популярных франшиз в рф к этому вернемся пока продолжим лично про димку диман очень интересный человек со сложной судьбой на жизненном пути которого случилось много неприятностей а что же гробовский называет неприятности взяла деньги под развитие себя под свою деятельность под пошив но случилась неприятность чтобы вы понимали речь идет о матери гробовского взяла деньги где неизвестно может быть это был банк может это был какой-то какая-то другая контора значит под развитие бизнеса пошив там чего-то я тут я уже точно не помню и случилась неприятность и долги пришлось отдавать это важный момент который стоит запомнить потому что за этот момент по какой-то мне были совершенно непонятной причине гробовский зацепится приятность и долги пришлось отдавать но ничего себе неприятность долг пришлось отдавать для димана абсолютно обычные нормальные вещи являются неприятностью о господи какая неприятность пришлось машину заправлять или какая же неприятность сигарета кончилась добро пожаловать банк неприятность чем могу вам помочь здравствуйте мне нужны деньги на мне очень нравится то что последнее время никита подтягивает свои ролики свою супругу скажем так они сейчас данный момент являются молодыми так как поженились совсем недавно и творческий тандем на мой взгляд выходит довольно таки успешно франшизы там всякие схемы мутные я услышала вас господин наёпсик сейчас все будет на ёпсик на ёпсики на ёпсики как заполните ручку вернете и феум момент лейтера вам одобрено ознакомьтесь договором тут в договоре случилась одна неприятность тут сказано что я должен буду вернуть деньги естественно условиям договора вы обязаны это сделать не нужны мне такие неприятности раз счет деньги возвращать надо лучше у бабки займу масло ваш прокатилу но я чем хуже но время идет и дмитрий надеюсь начинает понимать то что возврат денег которые ты взял в долг все-таки приятность а абсолютная норма жизни и он начинает потихонечку у себя в крыму бизнесмени но вот ходят слухи тому моменту диман еще не смог свыкнуться с тем что это не по бизнесмен гробовский который как бы папа гриль франшиза все дела упаковщик он на какой-то странный человек который по моему сугубо субъективному мнению недалекий какой-то дегенерат приятность и долги он еще не умел возвращать потому что сейчас мне внесентоками писал человек о том что первое оранжерея который мне открыли в крыму он с ними законтачился по ходу того чтобы открыть каньеры в оранжереи все согласились как бы работает он платит деньги ORAP Clgedale неделял второй оранжерею начали открывать этот парень ему звонил сказал Дим� как это ORAP Clgedale открывается давай проект успешный давай как бы законтачимся ну хорошо ничего дали мне предоплату слухов таких конечно же много но пусть они и дальше остаются слухами нам же с вами интереснее что там сейчас что там с папой гриль а с папой гриль ситуация как под копирку с дмитрия портнягина есть лицо компании гробовский который компании никакого отношения по документам не имеет франчезе подписывают договор не с ним братва это в процессе монтажа и понял то что нужны некоторые пояснения бюро холдинг это та компания с которой заключал договор роман тот франчезе с которым я общался если смотреть по связям компании мы находим и п рогачёв дмитрий александрович дмитрий александрович это совпадение по имени и отчеству если посмотреть кем является учредитель дмитрий александрович мы видим все те же компании бюро холдинг контроль к медиа холдинг упаковщик то есть это совпадение это совпадение никита это совпадение вы вы ничего не докажете у нас получается что гробовский никакой не гробовский а рога рогачёв еще было бы смешнее если бы не было его фамилия настоящая но наебщиков или там пиздобольский чёф от того пиздобольский отсылочка рындач привет войне символичный рога которая у него у меня на превью а он там на около птичьих правах в офисе дуги рисует и это все дима нам решил показать работу в своем офисе это кстати очень смешная тема значит вот этот гробовский владелец франшизы папа гриль я я подумал что никита как-то сманипулировал ну я всегда скептически отношусь даже к людям которых я знаю гробовский сделал видеоролик где показал как он в своем офисе работает и там единственный момент где пиздец простите хрюкнул даже немножко видите насколько мне все это нравится вот и он там реально рисовал дугу и как бы вот я вот работаю себя в офисе что это было непонятно но неважно я подумал что этот прикол какой-то просто что никита решил утрировать вернее не утрировать а гиперболизировать хуизм гробовского к своей аудитории но оказалось что это блять правда он всего лишь просто в ролике дугу рисует ну вот и отстрелялся это же смешно но согласитесь это прикольно смешно вот я нажарив себе в офисе вот я провожу у себя в офисе совещания и дугу нарисовал сколько еда в папе гриль говно но это исключительно мое оценочное суждение и славного дружи обломова шляпа кто захочет вот это есть топ беконом и дайте угадаю точно такая же херня я просто видел этот видеоролик еще до того какая она выпустил там папа гриль хуйня народ еще раз на сайте вот это как выглядит у нас вот это как выглядит короче вот этот big double чизбургер должен весить 410 грамм он весит 260 папа гриль хуйня в принципе это все что вы должны знать о идее в папе гриль такому продукту будет сложно конкурировать не то что на фудкорте с макдональдсом ну и находясь в буклете с тысяч такому продукту будет очень сложно конкурировать на фудкорте даже в обоссанных подсолнухах где все очень плохо если кто не в курсе подсолнухи это элитный элитарный я бы даже сказал фудкорт от разоблачителя все я интернета андрея ковалева который тоже кстати разоблачал франшизу папа гриль вот но фудкорт у него замечательный я там побывал пару раз вот все очень там здорово классно на сука нихуя не вкусно хотя бургер а в одном месте один бургер один бургер в одном месте мне понравилось тысячи других говно франшиз понимая все это гробовский идет на youtube пиарить и продавать себя и заходит с разоблачение фейковых миллионеров забавно выходит прям волк в овечьей кури на своем канале гробовский рассказывает как а то есть как бы фейковый миллионер разоблачает фейковых миллионеров гениаль позже он классный упаковщик то что он из говна сделает конфетку но что-то он даже свое говно нормально упаковать не может на сайте уже хрен знает сколько висит возможность скачать приложение а приложение нет что на а вес такая же история под android у ничего сих бонус приложение ну-ка ну-ка ой а как так вышло диман где бонус как мне забрать мой бонус то гробовский рассказывает о своих 140 открытых точках мы продали более 140 франшиз прям углы из кунг-фу панды реально более мастеру гай 140 франшиз существование которых подтвердить нот не получается и он этого не делает но самое то забавное что нам вообще не рассказывает о точках которые закрылись и так не могло продолжаться вечно кто-то бы рано или поздно отреагировал на то что рестораны папа гриль закрываются просто пачками этим кем-то стал ковалев андрюшка андрюшка летит смотри летит у него тут о господи ты боже мой какой красивый ковалев гляньте в очках такой с бородой молодец он переговорил с парочкой франшизе и дал понять зрителю что папа гриль не лучшая франшиза для покупки и не лучший ресторанчик для трапеза в нем папа гриль на самом деле франшизе эти вставки папа гриль хуйня от обломова это божество рассказывали просто дикость о поставках которые они даже физически не могли никуда складировать и продать и это повсеместно о продуктах которые им поставили но вывели из меню и также они их продать не могут нам не могли привести вовремя у нас договор с торговым центром где указаны сроки поставки никакого праздника шарики не дали продукции то есть мы они должны нам привезти до 10 утра или после 10 вечера но они никогда так не привозили они привозили в классе закрыли на часов дня мы машину разворачиваем потому что нас не пускают нас не пускают на точку с продукцией мы разворачиваем машину машину отправляем обратно на следующий день они привозят уже там к 11 к 3 часам был очень много приехал продукции которые вообще уже не использовалось то есть фрикадельки они вообще обменю не использовались их не было ты кадрики они были в шоке то есть должны были до продукции эти с ними а когда мы купили они сказали ну или бы в меню супец фрикадельку донат было бы прикольно вводим эту позицию изменил и все как бы нет и больше выскорбили был получен нашу собаку и так со многими товарами салями никита все дуги рисует дмитрий упаковщикович к вам можно ты что не видишь бы что важным делом занят стой стой выкладывай что там у тебя митрий упаковщикович нам срочно нужно избавиться от он и фрикателек и ты ради этого оторвала меня от столь важных дел отправь это этим лохом из колонны они схавы но гробовский не оставил это без ответа знаете как он это все прокомментировал да никак он весь ролик крутил свою старую запись о том как он к ним приезжал какие ребята козлы а он дартаньян только вот дима к тебе были абсолютно другие вопросы озвучены кстати если кто не в курсе я не имею к сожалению возможности каждое слово каждого видеоблогера проверять я потратил свое время некоторое количество сил и энергии на то чтобы проверять вырывает из контекста никита свои слова слова его оппонентов или нет фальсифицирует он или нет подтасовывает он факты или нет манипулирует он зрителем или нет пришел к выводу что в большинстве в 99,9 процента случаев он честен и старается быть максимально открытым и конструктивным соответственно если вдруг когда-то произойдет ситуация что это будет не так ну тогда будем уже решать как дальше смотреть на контент если что-то на первый взгляд совершенно бездоказательно декларирует никитос это отнюдь не значит что это как вырвано из контекста и не имеет ну ну и и он этого реально не видел порой это просто значит чтобы показывать он это боится потому что видосы блокируют направо и налево всякие упаковщики блять эти поршнягины пидорасы блять и всякая такая прочая залупонь имейте это в виду потому что в будущем ну в следующем видеоролике это пригодится держите в голове эту мысль о поставках которые ты никак не комментировал да даже если взять то то что ты прокомментировал а ты отправил к ребятам повторную проверку чтобы убедиться что они все исправили соблюдает твои же стандарты ты это все сделал ты за это все должен отвечать если же ты не можешь или не хочешь этого делать ну тогда расторгай с ними договор этого не да причем если расторгай договор нет тут немножко не так все никита работает если ты продал франшизу но ты можешь применить к ним санкции опять же которые прописаны в договоре в договоре если он хорошо составлен все санкции должны быть прописаны если кто-то нарушает политику твоей франшизы если кто-то подрывает твой скажем так как бы делает сомнительного качества продукт или допустим у них там грязновато в помещении антисанитария какая-то это в договоре все должно быть прописано это все карается рублем соответственно если таких подобного рода нарушений очень много и по договору юридическую силу которая имеет непосредственно в ваших взаимоотношениях они постоянно тебе дают много-много денежков за эти нарушения они априори становятся убыточными сами по себе закрываются если они хотят дальше продолжать работать под этой хорошей безусловно классный качественный раскрученный франшизой они устраняют нарушение продолжают дальше работать без нарушений соответственно не теряют деньги на штрафах и это нормальная абсолютно ситуация расторгать договор ну это какой-то вернее не форс-мажор а какой-то какой-то крайний уже момент связанный с тем что человек полностью игнорирует твои какие-то претензии и так далее но насколько я понял по всей этой ситуации гробовскому абсолютно похуй на то что как и где и кому и по какой цене нет проценту нет что какого качества продукцию продают его франчизи ему главное чтобы что они заплатили паушальный взнос изначально и что на по договору покупают продукцию сомнительного качества его компании ему это главное а закроются они или нет ему абсолютно похуй это мое сугубо субъективное мнение как предпринимателя с относительно небольшим стажем по сравнению с гробовским гробовский то у нас предприниматель от бога в 40 закрывшихся ресторанах странно раньше никакие рестораны у него не закрывались а тут уже 40 правда ребята насчитали цифру более 50 закрывшихся ресторан я лично нашел больше 50 закрытых очень на прошлой неделе по-моему закрылся пипозавоз на этой неделе и на этой неделе может быть там недели пройдет и у ребят из самары там в лакаре чем-то своим мужем они открыли в торговом центре тоже там и маклоновцы и трафик у них там вообще ты ведешь учет да те кто закрылся просто этот аграфовский сам ролик я утверждал что 140 есть ну это ладно и 40 закрылась что тоже никак не проверить но озвучил загрузив а ты уже говоришь что больше 50 я буду саграме скидал 46 тут как бы уровень доказательной базы скажем так зашквара упаковщика примерно такой же как у пограничника спросить у человека который с ним общался купил у него франшизу в теме ну тут нужно отдать диману небольшое такое должное потому что сейчас хотя бы кто-то у него прогорел и закрылся раньше таких людей попросту не было но к сожалению таких людей будет только больше и больше учитывая качество продукта и уровень поддержки со стороны гробовского папа гриль хуйня о личных терках гробовского и ковалева я ничего говорить не буду я вот вам папа гриль хуйня сейчас оставлю небольшой видеофрагмент выводы делайте сами у меня прямые эфиры идут не могу говорить о андрюха попозже я говорю у меня прямые эфиры идут попозже звонит ну хорошо гробовский какую бы какую чушь я несу в ту сторону человек какую информацию чё колонны бля дмитрий гробовский это трансформатор на минималках имеющий отвратительный продукт и не имеющий мужества в этом признаться ему-то всего-то нужно сказать да здесь я при ну да здесь обманул и все неправильная последовательность имеющий отвратительный продукт но не имеющий мужества в этом признаться ну нельзя никитос ну как как ты себе это представляешь как как на официальном сайте он вывесит баннер что как бы заказывайте у нас бургеры они у нас хуйня но не признавать свои ошибки надо традиции важны традиции важны и так велики его грехи как у того же маслова люди послушают это и простят его но нет он же будет стоять до конца и к сожалению это все очень плохо для него закончится рано или поздно но на этом у меня все братва обязательно пишите несколько комментариев клацнете на этот долбанный колокольчик это тоже крайне важно давайте распространим по максимуму этот ролик что давай для продвижухин че никитоз все для тебя чтобы всякие диманы посмотрели его и глядишь одумались слову диманы посмотрели и нихуя не одумались гробовский посмотрел этот видеоролик который назывался горе миллионер упаковщик убыточной франчези ковалев папа гриль пошел нахуй пидорас и все дела вот и собственно говоря обиделся такой прям вот прям вот так и собственно говоря намросил там у себя в инстаграме так что никита буквально спустя там три-четыре дня выпустил вторую часть давайте чутка побыстрее здорова братва мужская женская сегодня мы с вами будем разговаривать об обидах и об отсутствии даже талики самоиронии и желание послушать что до тебя пытается донести другой человек поучительно он покажет что не стоит рубить с плеча и совершать необдуманные поступки мы обсудим на что все-таки обиделся гробовский он же рогачев моем предыдущем ролике также закрепляя эффект барбары с рейзом мы продолжим высмеивать то на что решил все-таки обидеться диман и во второй половине ролика поговорим про его ответ ковалеву доказывать вам несостоятельность франшизы папа гриль в этот раз я уже не стану для тех кому интересно кто не видел перейдите по подсказке там будет мой предыдущий ролик в нем мы пришли к выводу что папа гриль папа гриль хуйня корном мы начинаем после того как я выпустил предыдущий ролик не прошло и 10 минут мне уже начал описывать гробовский причем складывалось впечатление что писал человек с биполярочкой так как сообщение штормило от оскорблений до фраз ну ты же нормальный парень после чего в инстаграм не последовал звонок от гробовского в котором он уже был крайне дружелюбен и методом пряника пытался призывать меня скрыть или же удалить мой ролик под эгидой того что вот сейчас поставьте себе приложение для автоматической записи звонков ну столько контента блять пропадает сейчас выйдет вот прям пушка это все расставит на свои места и ты поймешь что был неправ на что получил вполне понятный ответ что ну вот когда выйдет братан тогда мы уже и поговорим если вдруг буду где-то неправ для меня не составит никакой проблемы выпустить опровержение на что он вешает трубку и записывает вот такой вот stories этот ковалев еще один блогер выпустил на меня разоблачение еще один блогер ковалев и еще один блогер это никита на самом деле есть информация что гробовский в магазинах ворует швабры незаметно садясь на них но это слухи это чисто слухи мать вообще я такой не забываю сейчас немножко раздуплюсь от этой всей хуйни и начну вас просто гасить такое честно не забуду и тоже перебор перегиб удачи вам стадо димка апеллирует к тому что я как-то умудрился его матушку обидеть но давайте же пересмотрим этот кусок в котором я как-то умудрился обидеть его мать жена деньги под развитие себя под свою деятельность под пошив помните я говорил вам запомните этот момент здесь нворк оскорбил матушку гробовского но случилась неприятность и долги пришлось отдавать диман тут нам говорит что возра долго это какая-то неприятность рассказывает при этом историю матери но это же не мать его говорит это говорит диман своим ртом на своем видео который залил он сам да 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 мне это кто-нибудь может объяснить далее же последовал скетча который укоренил обидку в голове димана нигде кстати на самом деле о матери ты ни слова и не было жаловать банк неприятность хуже причем здесь вообще чья-либо ты мать здесь высмеивается исключительно отношения димана никита панч хуёвый вот при панч хуёвый значит на самом деле нужно было как закончить когда тебе жена и ручку кинул вот прям идеально но вот это вот слушай ну в конце концов мы с тобой не мхатовцы да у нас как бы актерская игра так себе ну хуёвый мы прям хуёвый хуевастая актерская игра поэтому вот заканчивать своим отыгрышем причем ну там там шутки мало было мало обсуждайте этот момент завершаться скетч должен прям бомбически и кстати в этом видеоролике будет пара тройка моментов моё почтение алгам в ролике димана который он сам залил на свой же канал на все это я могу ответить лишь вот так здравствуйте что будете заказывать рэндыч рэндыч биг мак биг тесте картофель фри молочный коктейль пирожок не желаете у моей матери в детстве украли пирожок я тебя запомню я такого не забываю диман это реально только твоя проблема адекватно воспринимаешь слова людей походи что ли психологу я думаю он нам тебе объяснит что в этом нету ничего такого прикинь чего это специально хуево звук записали кстати никита суд в этом моменте цель на ты специально перегреваешь историю моей мамочки чтобы задеть меня нет я тебе этого не забуду после своего скороносного сто раз диман решил попробовать в иронию и публикует фото где говорит что все что он делает в офисе это фоткать к чему это он объясню для новых зрителей диман в одном из своих роликов где он нам показывает работу своего офиса да ладно новых зрителей рисует дугу и это все что он там делает на что я просто запилил безобидный скетчик написал да ты блять запилил безобидный скетчик нарисовал сиську без соска ну серьезно никита это не безобидный скетчик это бездарный скетч сиська должна быть соском сосочка ну вот и отстрелялся пора и домой те вас благо ходит тут диван ухватил мозгов не воспринимать это как обиду все его бизнес-династия он попытался саронизировать на что я ему подписал что он прибедняется и еще дуги рисуют на что у него опять съехала крыша и начал меня посылать и опять свою мать приплетать мол я ее проблемы переиграл и тем самым задел его после же моего ответа я был забанен ну что сказать поступок взрослого человека бизнесмена благо ходит диман на дугу не обиделся и признает свою проблему дети вы готовы узнать секреты успешного бизнеса вы готовы порвать этот рынок смотрите внимательно вас больше этому нигде не научат а никита подложил себе под кофту типа ну типа упак а просто я не в курсе а упаковщик жиробас я просто не видел его как бы полный рост никита если упаковщик жирный кусок говна смысле жиробас ты не надо зато его украсть тяжело все что вы должны знать об успешном бизнесе почему-то опять сичку без соска нарисовал кто нарисует другу лучше всех упаковщик кого же по жизни успешный успех упаковщик оскорбляется всегда и везде но тут конечно да нужно было побольше голосов сделать размножить их сдвинуть немножко я бы помог но занят был эти скетчи ни в коем случае не задевает твою матушку они лишь показывают что ты обижаешься на всякую херню и если тебе так уж нужны поводы для обидки ну так держи еще эти три скетча мне в принципе диман не жалко машин о них обидится только помни диман люди все это видят и такой своей реакции ты выглядишь шутом в их глазах который просто лишний раз показывать свои болевые точки и и и и и и и но сейчас переходим в главе с сногсшибательным ответом гробовского ковалева знаю почему диман решил отметить вот так вот потому что половину его слов даже комментировать сложно так как это просто слова без доказательств есть показания франчезии которые говорят но вот у нас происходит вот так вот на что им диман отвечает Нет, у вас происходит не... У нас происходит вот так вот. Нужно было, опять же, вот так вот, вот так вот. Научиться. Никита реально прогрессирует постоянно. Идет строго вперед. Подписчики крутятся. Донаты мутятся. Ситуация слова против слова. Вот такие моменты. Я не хочу комментировать. Мы же с вами пройдемся по очевидным вещам, которые для кого-то, возможно, не такие очевидные. Обратите. А мы сейчас досмотрим. Я вам покажу прям реально. Вот прям для шоу доебался. Просто калиброванного долбоеба. И внимание. На такую тонкую манипуляцию со стороны Горобовского он находится в резкости. Фон размыт. И только надпись Папа Гриль выделена на посте. А она должна... Огромный донат. Боже мой. ...быть размыт, как и все остальные. А зачем это сделано? Да за тем, чтобы сместить вину убытков своих франшизи с франшизы, с уже подмоченной репутацией. Папа Гриль хуйня. На рынок, смотри, там просто людей нет. Папа Гриль хуйня. Еще хотелось бы пару слов об этом франшизе сказать. Потому что мне очень интересно, чего такого ему пообещал Диман. Потому что его позиция в ролике Ковалева была, ну, крайне понятна. Он нам сказал, что я не был в плюсе. Франшиза, в принципе, ну такая не очень. Поддержка тоже не очень. И почему сейчас мы видим такое хорошее отношение со стороны Димана к нему. И также такое же приветливое отношение со стороны этого франшизи к Диману. Очень интересно, что же ему все-таки пообещали. И мне, знаешь, что показалось? Были какие-то провокационные такие моменты, да, и вопросов он задавал таким же способом. Сурдопереводчиком. Да, ребят, я подрабатываю сурдопереводчиком. Косплею сурдопереводчик из Шерли Миле постоянно. Как бы, ну извините. И хочется вот услышать правду. Насколько он провоцировал тебя? Да, было куча вопросов, на самом деле, там, провокационных. Есть ли у тебя прибыль? Выходил ли ты на прибыль? Какая чистая прибыль? Сколько ты вложил в точку? Ну ничего себе провокация. Вот только, Диман, а чего его еще должны спрашивать в контексте его бизнеса? Ну это все из-за разряда долги, это неприятности, которые нужны возвращать, или мою матушку обидели. Это все тараканы Димана и неправильное его мировосприятие. Привет, Диман, как дела? Слушай, что ты начинаешь разговор с провокационных вопросов? Ладно, Диман, как тебе погода сегодня? То есть ты издеваешься, что ты меня достал уже с этими провокационными вопросами, пошла вон отсюда? Опять ты за свое, Диман? Я на видео увидел, что у тебя достойное... Это смешно, кстати. Торговая точка, и я хотел бы прорекламировать... Бля, я бы дожал, кстати, про провокационные вопросы. Чима, здорово! Слышь, ты охуел? Ты что, блядь, меня провоцируешь? Ты что хочешь сказать, что я не здоров, ебать? Ну, я не знаю. Ну, прикольно. Сюда своих подписчиков, чтобы они посетили... Да, папа грех. Царь подборца, царь подборца! Ничего себе, Барен соизволил прорекламировать место. Только, Диман, ты этим и так должен заниматься постоянно. И вот тут вот один маленький нюанс. Ты рекламируешь не заведение, а свою франшизу. Чтобы впарить не бургеры людям, а свою франшизу наивным бизнесменам. И это драматичная разница. Да и вообще, кого он прорекламирует? Подписчикам на ю... Никита, что значит драматичная разница? Что это означает? У него 68 тысяч подписчиков полумёртвых. Просмотры у него очень посредственные для 68 тысяч подписчиков. Или же в накрученный инстинкт. Так, подожди. Что там нам Никитос показал? 68 тысяч подписчиков. 32, 12, 8, 11, 49. 19, 20. Мне бывает и хуже. На хайлайтах вообще пиздец. Тысяч подписчиков. Или же в накрученной инсте, где посты недельной давности набирают 200-300 лайков и парочку комментариев. Это да. Это не вопрос. Это плохо. Это некрасиво. И подписывайтесь на мой инстаграм. Подкрутил бы лайков и комментов. Ну, для приличия. Неохотно соглашаются, но если пробуют, им нравится. Николай. Ну, вроде нормально так. А, Диман, я понял. То есть тебе можно вырывать фразы из контекста, а остальным нет. Что ж ты не пустил полную запись отзыва Ковалёва о твоей булке? Ну, или же мнение славного дружи обломова. Папа-гриль ху... Никита, тут к тебе претензия. Что ж ты сам-то не пустил полную запись отзыва Ковалёва о твоей булке? Ну, о его булке. О булках. Это очень странная претензия. В общем, о булках нужно говорить полностью. И целиком. Ежемесячно контролируется каждая торговая точка за счёт секретного... Описания ситуации в данный момент на торговой точке. После этого менеджер... В данный, блядь. ...сопровождение брифует его проверку и отправляет нашу франчайзи для исправления своих ошибок. Горобовский говорит о регулярных проверках. А где же они были в Коломне и у остальных людей, которые закрылись? Я отвечал партнёрам из Коломны и сообщил, что закрытых точек порядка 40... Тут небольшая поправка. За 4 года закрылось более 50 франшиз. И это хотелось бы подставить под сомнение. Да ну, честно, небольшая разница. 40 или 50... Прям реально похуй. ...поскольку тут он нам говорит 4 года. В личном диалоге со мной была озвучена цифра 5 лет. На сайте написано, что они уже 6 лет продают свою франшизу. А его фирма и торговый знак открыты в 2018 году. Поэтому тут большой вопрос, за какой промежуток времени закрылось такое большое количество франшиз. Что-то мне подсказывает, что 50 с хвостиком франшиз закрылись не за 4 года. И как правильно нам говорит Горобовский, они продали 140 франшиз. А сколько из них открылось, непонятно. Отсюда очень интересно, из какого количества закрылось 60 франшиз. Возможно, их там 90 открылось, и 60 из них закрылось уже. Ребята... Да, это пиздец. А почему 60? Было 50? Ну, не знаю. Спрошу завтра. География компании Папа Гриль это от Владивостока до Санкт-Петербурга. И что теперь? За 200 тысяч паушального взноса. От Владивостока до Санкт-Петербурга. От Волги до Енисея. Летать. Ну да, Диман, конечно, должен. А иначе не продавай франшизу от Питера до Владивостока. То есть тебе можно предъявлять парням, мол, ой, какая ошибка, что вы открыли мою франшизу в 50 километрах от дома. Не надо постоянно ссылаться на размер паушалки в KFC или Макдональдсе. Не надо себя с ними вообще сравнивать и ассоциировать. Там за те деньги ты получаешь совершенно другой уровень доходности, поддержки и всего вообще в принципе остального. Ты бы еще бы сказал, что ну за 200 тысяч я вам просто по почте договор с франшбуком вышлю. Ну это же смешно. Я вам хочу сказать, что Burger King и KFC и Макдональдс являются якорем для любого фудкорта в любом торговом центре. А все остальные бренды что? Им тоже теперь не открываться рядом с Макдональдс и Burger King. Такие как Крошка Картошка, такие как Теремок, Додо Пицца. Еще куча различных брендов. Почему нам что теперь не работать в торговых центрах? Так-то оно так, Диман. Только Додо Пицца, Крошка Картошка, они не продают бургеров. Они не являются вообще в принципе прямыми конкурентами Макдональдса. Вот тут, сука, в точку прям вообще. Он когда это говорил, вот Горобовский когда это говорил, и вот прям Никитов прям, сука, с языка снял. Вот это мне очень нравится всегда, когда прям с языка снимают. PC и Макдональдс являются якорем для любого фудкорта в любом торговом центре. А все остальные бренды что? Им тоже теперь не открываться рядом с Макдональдс и Burger King. Такие как Крошка Картошка, такие как Теремок, Додо Пицца, еще куча различных брендов. Почему нам что теперь не работать в торговых центрах? Так-то оно так, Диман. Только Додо Пицца, Крошка Картошка, они не продают бургеров. Они не являются вообще в принципе прямыми конкурентами Макдональдс. Если бы ты продавал бы Воки или же Суши, тогда да, тебе бы было на руку, что рядом находится Макдональдс его монструозной очередью, и возможно кто-то решит потрапезничать чем-то другим. Но вы же... Ну если бы он продавал Воки и Суши, то он бы отсосал по доставке у Пицца Суши Вок. Являетесь их конкурентами, причем теми, которые не вывозят. Если же подводить итог, папа, гриль, хуйка. А если серьезно... Мне это нравится. ...то в очередной раз доходчивого ответа мы не получили. Было либо вранье с двойными стандартами и манипуляцией, либо же битва слова против слова, в которой слово Рогачева уже обесценилось абсолютно. Как я и говорил в своем предыдущем ролике, человек абсолютно не может признавать своих ошибок и слушать свою аудиторию, которая пытается до него что-либо донести. Он продолжает гнуть свою линию. Ну и пусть гнет ее дальше. Посмотрим, куда это его заведет. А на этом все. Напишите несколько комментариев, поставьте лайк, колокольчик после того, как подпишитесь на канал. Все, давайте до скорого. Пацаны, я тут забыл рассказать про одну неприятность Димана с долгом в 200 тысяч рублей своему партнеру из Крыма. После выпуска того ролика поступила информация, что все-таки Диман с ним о чем-то там умудрился договориться. И если Диман сможет переступить через эту неприятность и все-таки вернуть ему деньги, то это будет бесспорным плюсиком в его сторону. Ну а на этом точно все. Братва, давайте, до скорого. Подводя итог этой ситуации с Папа Гриль разоблачениями Ковалева, Энворка, кто-то еще там запилил на него. А, этот придурок этот, блядь, как его, Терещенко. Тоже там что-то на него записал. Там типа сиськи-письки, все пидорасы, а я дартаньян и так далее. Хочу сказать следующее. Дорогой Гробовский, есть очевидный факт, что ваша продукция не очень. Сильно, скажем так, на любителей, сильно цена вашей продукции завышена. Плюс ко всему, независимый славный дружа Обломов уличил вас в том, что вы не докладываете, не докладываете, обвешиваете. Просто, блядь, громовочки-то не соблюдаются. Причем, нихуево так. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего. А по последней информации, Гробовский с этого конфликта сливается красиво. Сказав, что я выше всей этой черни. Пусть они там лают, а караван идет. И, как резюме, папа гриль, дорогие друзья, хуйня. На сим я с вами попрощаюсь. Напоминаю всем, что с 6 по 9 декабря я буду в Москве, если у кого-то есть возможность посетить 7 декабря концерт Стас Васильева Радужкам с метро Измайлова, по-моему, 71 в рокхаузе. Смелости просим, увидимся там. Надеюсь, вам было хоть чуть-чуть немножко интересно. Спасибо огромное, что смотрели. И храни вас Господь. Пока, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова